Мария, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Александр Ивановский. Я каждый день читаю новости и выбираю вопросы, которые мне интересны, чтобы задать их экс-депутату Государственной Думы России, известной оперной певице Марии Максаковой. Сегодня у меня есть очередные пять вопросов. И единственное, о чем я вас прошу, подписывайтесь на канал Марии Максакова, Украинские военные хроники, ставьте лайки, а лучше пишите свои вопросы, давайте общаться. Мне кажется, это гораздо интереснее. Больше не буду тратить время на пустые разговоры, давайте начнем. Мария, самая печальная новость, интересная, наверное, Саакашвили в реанимации. У меня даже вопрос из двух частей. За что его так не любят грузины, и неужели его такие доконают, я имею в виду власти грузинские его доконают, и грузины все это проглотят? Это ситуация, которая как снежный ком, уже, понимаете, набирает и набирает обороты, и, к сожалению, ответ на происходящую расправу в прямом эфире пока еще недостаточный. Еще летом, это было даже в нашем с вами, по-моему, общем эфире на Фридоме, когда я тогда старалась привлечь внимание к этому всему, потому что я видела, куда ситуация идет. И тогда, не то чтобы я сама такая прозорливая, просто я начала спрашивать, кто может повлиять на эту ситуацию. Выяснилось, что как у олигарха Иванишвили, так и у президента Грузии Зорубишвили в наличии французское гражданство. Это про Иванишвили известно из прессы, о Зорубишвили известно по той причине, что она не только грузинский, но и французский дипломат и политический деятель. Соответственно, французский президент Эммануэль Макрон очевидно имеет влияние на грузинскую элиту. И тогда, казалось, нужно было уже действовать. То есть еще летом, когда уже стало понятно, куда все это идет, по той причине, что вы мне задали вопрос, как относятся грузины к Саакашвили. Я думаю, что здравомыслящие грузины очень благодарны Михаилу Саакашвили за то, что он возродил Грузию. Надо вспомнить просто перед тем, как вообще оценивать все происходящее, в каком положении была Грузия до прихода к власти Михаила Саакашвили. Как в Тбилиси не было света, как люди уже с этим смирились, насколько страна была, ну, наверное, в пору сказать, нищей на тот момент. И Михаил Саакашвили вместе со своими единомышленниками, в частности, с известнейшим блестящим экономистом Каха и Бендукидзе, сотворили это грузинское чудо. Возникли целые города, привлекательные для туристов. Возродили вообще туризм в Грузию. Да, тут-то перечислять, наверное, даже нет смысла. И, конечно же, Михаил Саакашвили очень популярный политик, в том числе и сегодня. То есть сторонников у Михаила Саакашвили очень много. Давайте вспомним недавно, к сожалению, ушедшего от нас Вахтанга Кикабидзе. Наверное, главным его желанием, вот мечтой, которая не осуществилась при его жизни, было, наверное, увидеть Михаила Саакашвили на свободе. Поэтому я думаю о том, что, к сожалению, все, что было сделано до сих пор, очевидно, недостаточно. Хотя мы знаем, что политики, современности, государственные деятели, многие обращались к грузинскому руководству. В частности, я думаю, особенное значение имеет обращение президента Украины Владимира Зеленского. В дальнейшем МИД Украины неоднократно направлял свое несогласие и требование отпустить Михаила Саакашвили хотя бы на лечение в Украину. Далее, уполномоченный по правам человека Верховной Рады тоже взывал к благоразумию. И сегодня появился твит советника главы офиса президента Михаила Подолека. Он написал, что нельзя совершать этот исторический грех, и что он готов приехать за Михаилом Саакашвили сам в Грузию и забрать его на лечение в Украину, так как Михаил Саакашвили является гражданином Украины. Что бы я хотела добавить ко всему сказанному? Я думаю, что сейчас, когда уже речь пошла, ну я не хочу сказать о часах, но, наверное, о днях, хотелось бы верить, что о неделях и о месяцах, но то, что вытворяет сегодня пенитенциарная система грузинская и вот это вот убийство в прямом эфире, на которое как-то вам в каком-то оцепенении смотрит весь мир, и как-то все возмущаются, но ничего не делают для того, чтобы это остановить практически, то есть для того, чтобы колесо перестало вращаться, в конце концов, надо какую-то палку в это колесо, наверное, как-то засунуть, да? И я думаю, что было бы лучше, если бы туда двинулась делегация, возможно, украинского МИДа, может быть, уполномоченный по правам человека, кто-то из уполномоченных лиц украинских, я считаю, должен поехать непосредственно в Грузию, потому что правильную идею подсказывает Михаил Подоляк и готовность его поехать лично тоже вызывает, безусловно, восхищение, но мало выражать готовность такую на бумаге или в Твиттере, необходимо просто туда приехать. То есть я думаю, что, наверное, можно рассматривать это как открытый призыв к действию, и теперь осталось узнать, кто из украинских уполномоченных на то лиц готов немедленно сесть в соответствующий какой-то транспорт, найти способы логистической цепочки, как-то туда доехать, чтобы, не теряя времени, оказаться там, у стен той больницы, где сейчас все еще держат Михаила Саакашвили. Известно, что он был переведен в реанимацию, то есть, очевидно, его состояние ухудшилось. Может быть, надо думать о реанимобиле, может быть, это должен быть борт специальный, есть для этого и вертолеты, и самолеты, которые оказывают необходимую первую медицинскую помощь на борту. Может быть, надо привлекать для этого, я не знаю, какие-то европейские клиники, где ему немедленно начнут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но на сегодняшний день просто говорить точно уже недостаточно. Туда должны явиться уполномоченные лица. Я уже говорила о том, как было бы здорово, если бы президент европейской страны, я говорила какой-нибудь, конечно, в первую очередь я думала в этот момент о президенте Франции. Взял бы и прилетел в Тбилиси. Вот это было бы всем прекрасным рождественским подарком. Это мы говорили еще с вами в декабре об этом. Но вы видите, что произошло? Уже закончился январь, начался февраль. Михаилу Саакашвили все хуже и хуже. А люди по-прежнему просто говорят и говорят. Поэтому, мне кажется, надо... Ну, наступил тот момент, когда нужно туда, наконец, приехать. Может быть, какой-то флешмоб запустить в Фейсбуке или где-то обращение к Макрону, там, спаси Михоя, что-нибудь? Вы знаете, фри Миша есть, это уже есть этот хэштег. Это опять дело в разговорах. И дело в том, что если даже кто бы не пришел туда просто из обычных гражданских лиц, кто бы туда не приехал, это не повлияет. Это должны быть лицополномоченные. Это должны быть официальные лица. Должна официальная делегация. Вот на такое требование, когда уже там будет стоять реанимобиль с маршрутом до, допустим, Берлинской Шариты, я не знаю, до французской клиники, до украинской, киевской клиники. Просто я понимаю, что, конечно, может быть сейчас ситуация в Киеве сложнее, чем в других европейских столицах. Но, опять-таки, я считаю, что и в Киеве была бы оказана соответствующая необходимая помощь медицинская Михаила Саакашвили. Он был бы просто спасен в данный момент от расправы. Они что хотят сделать? Они хотят порадовать, я так понимаю, Путина, что ли, да? Вот всеми этими кадрами. Все, что мы видим, эти бесконечные страшные просто видео. Это не говоря уже об унижении человеческого достоинства, о попытках это сделать. Это я даже сейчас не обсуждаю. Но отравление тяжелыми металлами, это все обсудили, и воссыны не там. Сегодняшнее, вчерашнее, вернее, видео из реанимации. Ну, уже что нужно еще показать миру, чтобы люди в конце концов просто встали из кресла и переместились туда? Это можно решить только там, на месте. Больше никак. В Госдуме Российской Федерации выдвинули идею присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента и снести, наконец-то, все ее памятники. Потому что там после обстрелов украинских городов стали нести, не прав в частности, стали нести цветы к памятнику Лесе Украинке. Инициативу озвучил российский депутат Андрей Гурулев в интервью местным СМИ. Мне кажется, наконец-то все стало на свои места. Никто больше не говорит о братском народе, о любви к Украине и так далее. Вот давайте все украинское уничтожим и будем бороться вообще со всем украинским. Как думаете, если уберут, а могут убрать? Кому памятник поставят на месте Лесе Украине? Вы знаете, этот вот депутат, он вообще отличается самыми разнообразными, дикими совершенно пассажами. И его, наверное, попытка поучаствовать в смотринах на Эрзац Жириновского все никак не дает никаких ему результатов. Поэтому он продолжает и продолжает, ну так сказать, раскрывать это окно Овердона шире и шире. Поэтому там прозвучал призыв еще и признать великую украинскую поэтессу иноагентом. Как вы считаете, это вообще свидетельствует обменяемости депутата? То есть он регулярно участвует в разнообразных шоу. Причем тут надо ведь вспомнить, что он давно уже, еще с 14-го года занимается военными преступлениями, поэтому как именно он скатился по этой наклонной плоскости и на что сегодня похожа эта физиономия, это, наверное, лучше бы спросить у какого-нибудь хорошего врача-нарколога. Тут, я думаю, был бы большой, развернутый, обширный комментарий по поводу того, как депутат проводит свой досуг, а скорее всего и рабочее время тоже. То есть как он пришел к таким предложениям, сложно сказать, но дело в том, что я подозреваю, что большинство подобных совершенно людоедских и, главное, нелепых высказываний все-таки им спускают в качестве темников и методичек из администрации президента, где, наверное, Громов, который как раз занят всей вот этой пропагандистской повесткой, наверное, уже не знает, куда бежать, с каким огнетушителем и где, и что еще сделать, предпринять, потому что их главная задача пытаться имитировать, что они все еще не потеряли инициативу. Они пытаются всякими такими шокирующими, в общем-то, в основном своим идиотизмом, предложениями навязывать то, что они все еще с какой-то идеей. То есть вот идея по уничтожению вот в таком ключе должна дальше развиваться. Ну и, кроме того, наверное, им, конечно же, мешает то, что к памятнику Леси-Украинки люди приходят с цветами, причем каждый день, я так понимаю, не по единому разу это все оттуда убирают соответствующие муниципальные службы. И все же к вечеру опять появляются новые цветы. То есть это их, наверное, уже, так сказать, утомило вот эта вот необходимость постоянно убирать, а люди идут и идут. И поэтому как бы не оскудевает поток и цветы продолжают появляться. То есть это для них, конечно, по большому счету крайне неудобно, потому что это способ выразить свое несогласие, способ выразить свой протест. Я не удивлюсь, если они все-таки предпримут какой-то акт вандализма по отношению к памятнику. Что касается моих прогнозов по поводу того, что они установят на месте, если они снесут памятник, то мне кажется, как бы я ни старалась соревноваться с ними в размахе идиотизма, я, конечно же, не стану. По той причине, что, очевидно, в этой схватке вряд ли смогу выйти победителем. Спасибо. Следующий вопрос. Ультраправый шведский политик Расмос Паудан дважды сжег Коран перед посольством Турции, затем перед посольством России в Дании. YouTube просто на следующий день был забит видео. Мусульмане возмущены. Они записывают видео, возмущаются этим. Я понимаю, что это гемократия в действии, что шведское правительство не в восторге от этого, но как бы демократическое общество, поэтому позволяет людям делать то, что они хотят. Вам не кажется, что так когда-нибудь начнется Третья мировая война? Это сложный вопрос. Я вам скажу, почему. Придется сделать небольшой исторический экскурс. Мы говорим сейчас о так называемых авраамических религиях. Их, как известно, три. То есть три монотеистические религии, вышедшие из единого корня. Это иудаизм, христианство и ислам. Если бы кто-то удосужился из тех, кто делает такие громкие и провокационные заявления, если бы кто-то утрудился, изучить исторический процесс, как это все возникало, по какой причине и сколько раз пытались объединиться церкви, разные церкви. Давайте посмотрим, например, на эти тенденции внутри только одного христианского течения. То есть, если взять такую по любви между вами, узнают, что вы мои ученики. То есть, по сути, многообразие церквей не отвечает этому принципу. Неоднократно, конечно же, христианские церкви старались прийти к какому-то общему знаменателю. В течение это называется экуменизм. По большому счету, старт можно, наверное, отнести к еще 1555 году. Это когда в Аугсбурге приняли решение о том, что чья страна, того и вера. Это облегчало переход из одной, то есть, из лютеранства в католицизм и так далее. И, по большому счету, было сделано немало усилий для того, чтобы все-таки объединение, кстати, в период реформации и дальше эти тенденции усиливались. И, по большому счету, сегодня мы пришли к миру, где есть объективная статистика. И можно посмотреть, какие страны являются самыми успешными, самыми экономически процветающими и прогрессивными. Это в основном те страны, где секуляризация прошла, то есть, отделение церкви от государства, от власти раньше. И там, где человек сам решает, как он и во что будет верить. Более того, среди этих стран очень много, во всяком случае, официальных атеистов, тех, которые не ходят в какие-либо храмы, хотя это совершенно не значит, что эти люди ни во что не верят. То есть, с тех пор, как 2000 почти уже лет назад Тертулиан сказал верую, ибо абсурдно, мало что изменилось. Получается, что все распри религиозные основаны на том, что люди спорят о своей вере и о крепости этой веры в невидимое. Как известно, вера — это есть уверенность в невидимом. Вместо того, чтобы заняться насущными делами, то есть улучшать жизнь, и тем более верующие люди должны в первую очередь, как я думаю, веренными себе распоряжаться полномочиями от Господа Бога, и в первую очередь улучшать жизнь. Потому что я думаю, что у всего человечества есть всего один общий враг — это смерть. И, наверное, два у этой смерти есть, так сказать, наперстника. Это нужда и болезнь. Поэтому те, кто сеют нужду, болезнь и смерть, с моей точки зрения, сами же противоречат тому, что написано в тех книгах, которые они держат в руках и которые являются для них основополагающими. Более того, что касается экуменизма как такового, то все христианские конфессии, кроме, конечно же, РПЦ, стремятся к этому единодушию. РПЦ является злостным поборником этого течения. Оно считается у них ересью, они с ним сражаются, потому что ну как же паству? Я даже не хочу сейчас в догмы эти все слишком углубляться. Просто суть в том, что этого единого христианского порыва любви в РПЦ не наблюдается, и поэтому они продолжают углублять, скажем так, этот раскол. Дальше. Что касается попыток объединить все три авраамические религии и примирить их как бы между собой, то такие попытки тоже предпринимаются. И я бы хотела обратить ваше внимание на то, что дом авраамических религий, единый, то есть храм трех религий, по-моему, уже достроен и не где-нибудь, а в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть, наверное, в одной из самых богатых стран, исповедующих ислам, в Абудабе, уже почти, по-моему, закончено строительство, возведен колоссальный храм, и там, собственно говоря, представлены все три религии. То есть, мы видим, что с востока идет все-таки такое интересное течение, такая тенденция, которая, конечно же, снова воспринимается совершенно в штыки, например, русской православной церкви. То есть, все эти попытки объединить человечество перед их реальными врагами и угрозами, то есть, перед смертью, болезнью и нуждой, для того, чтобы мир стал лучше. Сегодняшняя, опять-таки, статистика позволяет подсчитать, например, то, что человечество производит еды в полтора раза больше, чем необходимо, чтобы накормить всех людей на Земле. А при этом, сколько людей ежегодно умирает от голода? Да ежедневно, даже не надо так, так сказать, глобально мыслить, ежедневно. Как-то к этому все странно относятся, как будто это где-то там происходит далеко и кого-то может не касаться. Вот поэтому я считаю, что все провокации такого рода на самом деле ничего хорошего не сулят, и для меня всегда большой вопрос, что за этими провокациями стоит. Во-первых, я сторонница того, чтобы церковь была полностью отделена от государства. Я считаю, что весь прогресс в какой-то степени, уже начиная с возрождения и до наших дней, основывался на том, что догмы церковные прекращали давлеть над научной мыслью. Поэтому научная мысль должна быть совершенно свободна от этой догматики, ровно как и юриспруденция и правовое поле, которое тоже должно быть наполнено здравомыслием, и эти все стремления должны быть направлены на улучшение правового поля для всех граждан. Все эти красивые слова про равенство, про гласность, про свободу слова, про много чего, то есть того, к чему пока еще стремятся даже самые прогрессивные демократические страны. Все это достигнуто путем отделения, по большому счету, догмы от мысли научной. И, наверное, если еще есть такие, которые считают, что есть какие-то новые, молодые религии, например, особенности диавраамических, то тут я тоже, наверное, кого-то разочарую, потому что расцвет ислама совпал с расцветом Османской империи. И если даже вот в те далекие времена, особенно средневековье, когда во времена крестовых походов совершалось много такого, что сегодня показалось бы диким, и даже во имя какой бы то ни было самой благой цели, все равно эти человеческие страшные жертвы вряд ли оправданы. И тут хотелось бы сказать о том, что в интересах или в надежде стяжать царствие небесного, то есть говоря о очень личном опыте каждого, возможно, существующем. Но когда реальная жизнь, скажем так, мирская, начинает признаваться как будто бы суетой на фоне желания попасть в, спастись, то есть попасть в царствие небесное, то я думаю, это просто подмена понятий. Вот это уже манипуляция и сугестия. Я думаю, в первую очередь надо заниматься той жизнью, в которую, если уж говорить о людях верующих, Господу Богу было угодно нас поместить. Вот когда мы наведем порядок в этом мире, когда воспользуемся выдающимся мозгом, который Творцу было угодно поместить в наши черепные коробки, и когда накормим всех нуждающихся, когда улучшим эти условия жизни, когда сделаем так, чтобы болезни отступали, а возможно победим когда-нибудь смерть, вот тогда, наверное, можно замахнуться и на такие высокие понятия, как царствие небесное. Спасибо, очень интересно. Кстати, информацию о том, что где-то в Арабских Эмиратах построили храм трех религий, интересно, первый раз слышу, после общения с вами обязательно посмотрю. Зато, Александр, вот по поводу того, что кто-то где-то что-то сжег, это напишет вся пресса сразу. Да, 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 это точно. Следующий вопрос. На жительницу Рязанской области составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии. Сложно представить, но она в Рязанской области зашла в туалет в торговом центре и написала внутри на дверце «Путин убийца, войска, возвращайтесь домой». До сих пор загадка, как милиционеры ее, полицейские ее вычислили, через два дня как-то они ее нашли, что она написала. Вот, и теперь ей грозит штраф 50 тысяч рублей. И то же самое в Краснодаре супруги сидели за столом, что-то говорили о этой войне, которую Россия ведет в Украине, осуждали ее. И тоже кто-то их заложил, написал заявление, и их тоже сейчас арестовали. Такое впечатление, что Россия делится на тех, кто не молчит, и на тех, кто стучит. Вот это вот разделение, если продолжать тему, которую мы только что закончили, одесную и ашую, справа и слева. Я так понимаю, эта тема, раскол будет все жестче и жестче, четче, четче в России. Вы знаете, что касается разнообразных протоколов и затыкания вообще не то, что там свободы слова, а каждого рта, который только предположительно каким-то образом высказывает несоответствие, то мне кажется, самым ярким примером последнего времени является выгул теленка на Красной площади, американской гражданкой, причем китайского происхождения. Я думаю, что этот очень яркий эпизод будет, скорее всего, каким-то ноу-хау. Мне кажется, это впервые, когда за политическое высказывание был привлечен к ответственности крупный рогатый скот. И хотя сказали, что по отношению к скоту они все-таки не выписали протокол и даже скот не был, то есть теленок не был, не присутствовал при оглашении приговора своей владелицы, его якобы поместили в какой-то там соответствующий питомник. Но я думаю, что теленок за свою политическую активность сейчас хлебнет всю полноту горя российского приюта. И, собственно, вот эта активистка, вегетарианка или веганка, как там правильно я не знаю в отношении нее, это уже не первый раз, когда она спасает какое-то очень крупное животное, она выкупает просто в Великобритании. Потом была прогулка с бараном по Варшаве, которая, кстати, я так понимаю, никаким образом не увенчалась для нее никаким протоколом. Она захотела показать барану достопримечательности. Видимо, поляки к этому отнеслись с юмором и пониманием, чего нельзя, конечно же, сказать об блюстителях порядка на Красной площади. Там они увидели, как я думаю, равного себе именно в этом теленке. И, соответственно, посчитали, что если им нельзя даже мычать, то и теленку нечего делать на Красной площади. Поэтому в этот раз она не только попала на штраф, но и, как я понимаю, на то, что ее задержали на целых 13 суток. И теперь она будет разлучена со своим питомцем, с этим теленком. Ну, 13 суток – это существенно в жизни теленка. Я думаю, что к тому времени, когда она освободится, это уже будет подросшая особь. Посмотрим, как сложатся дальше их взаимоотношения. Дело в том, что Российская Федерация вообще отличается разнообразными ноу-хау в правоведении, в законотворчестве. К примеру, когда-то, еще до того, как было запрещено высказывать свое мнение и собираться в несанкционированные митинги, то есть это как раз слово о том, что если бы, я так понимаю, вот эта вот американка была бы одна, то все-таки, как бы она ни гуляла по Красной площади, даже с одиночным пикетом, например, ее бы привлечь было нельзя. Но только когда она гуляла вдвоем с теленком, то вот теперь уже вдвоем это несанкционированное мероприятие. И тут стоит вспомнить, наверное, о таком законе, который был принят раньше, об оскорблении чувств верующих. Вот эта категория совершенно неведомая до новации в правовой системе Российской Федерации, то есть мир не додумывался даже во времена Инквизиции предъявлять таких претензий. И тут ведь все удивительно. Во-первых, обычно, когда появляются статьи, которые влекут за собой ответственность, стараются, чтобы сам состав был бы как-то более или менее универсален. Но тут, мне кажется, с этим большая проблема, потому что что оскорбляет чувство одного верующего, может, напротив, очень даже подбадривать чувство другого верующего. И вот как тут на этой удивительной, совершенно скрепно-ценностной шкале быть при вынесении соответствующих решений, я думаю, что поле для фантазии становится просто колоссальным. И опять-таки можно удовлетворить... Я считаю, что очень правильная ваша ремарка о том, что при каких обстоятельствах было, собственно, идентифицировано, кто конкретно что написал в туалете и как они смогли вычислить эту гражданку. Это, конечно, говорит о том, что, наверное, нигде нынешний заложник режима, гражданин Российской Федерации, не может быть уверен в том, что он наедине с самим собой находится. Видимо, свобода слова на сегодняшний день в России не просто задушена. Они все это превратили, по большому счету, просто в абсурд, абсурд, то есть в нелепость. Все, что у них по-прежнему еще задекларировано в Конституции, попирается ежедневно. В чем смысл такого несоответствия? Вот это для меня загадка. То есть, если уж вы такие людоеды, если уж вы такие отвязные, такие дебоширы и человеконенавистники, ну почему бы вам тогда это все не задекларировать в своих официальных документах? И как бы зачем? К чему это все? Для чего это лицемерие? Мне кажется, что когда так много вранья, и они даже все свои подлости и гадости в таком огромном масштабе продолжают делать из-под тяжка и, по сути, не вполне законно, то я думаю, что это говорит о том, что на самом деле нету в этих мерзких людоедских порывах никакой уверенности. Это все проистекает из долго нерешаемой проблемы российской, а именно то, что у них постоянно в одном и том же иконостасе находятся как палачи, так и их жертвы. То есть у них может быть, например, картавый сифилитик Ленин может быть, например, харизматичным новатором и революционером. В то же самое время казненный им Николай II вместе со всей семьей одновременно может быть канонизирован, и ему будут поклоняться как святому. Спрашивается, а почему у вас одновременно зекурат на Красной площади с этим покойником, и тут же напротив в храме может находиться икона с Николаем II? Нету какого-то в этом несоответствия? Вот не возникает какой-то некогнитивный диссонанс у них у самих? Мне кажется, это странно. То есть прежде чем нарисовать какую-то красивую картину, но обычно на мольберте распределяются краски. Если их сразу смешать в одну грязную кучу, то и картины получаются соответствующего содержания. Ну, возвращаясь к туалетной эстетике, к тому, что приходится людям оставлять напутствие следующему в туалетной кабинке, ну, тут, наверное, только стоит сказать о том, что у 30% граждан России и даже таких кабинок нету, собственно говоря, у них неудобства находятся во дворе, поэтому, ну, как сказать, все, наверное, вокруг вот этих вот кучи строится. Пока не будет, в конце концов, единственное, чему можно пожелать России, пока не будет подлинной переоценки и покаяния, пока они сами не раскроют свои архивы, не посмотрят, какими беззакониями они занимались на протяжении всего советского периода, что было сделано и ранее, допустим. Все эти архивы должны быть, наконец-то, открыты. Не надо уничтожать общество-мемориал. Надо вместо этого, наоборот, поощрять сподвижников, которые, несмотря, вопреки, то есть всему происходящему, столько лет открывали правду, открывали людям глаза на происходящее. Сейчас мемориал под ударом. Это одна из очень опасных, как раз-таки, вех вот таких опасных дорог, троп, на которые сворачивает сейчас Россия, пытаясь не просто закрыть эти архивы, но пытаясь их, как я понимаю, вообще и вовсе уничтожить. Я думаю, что это путь в никуда. Это будет только порождать еще больше гнева, еще больше зависти, подлости. Жизнь друг для друга станет для них абсолютно невыносимой. Они хуже зверей, гораздо хуже зверей относятся друг к другу. Поэтому до тех пор, пока не будет, наконец-то, сделано то, чего не было, к сожалению, сделано в 91-м году, когда не была запрещена ни коммунистическая партия, не были люстрированы, занимавшие вот эти посты преступники и продолжали не только сами занимать государственные посты, но и внедрять всяких своих родственников и просто знакомых, которые продолжали все это. То есть сегодня это уже тяжелая форма, по большому счету, предсмертной конвульсии, которая в силу габаритов этой страны может продлиться достаточно долго, в первую очередь хорошенько измучив граждан, которые находятся внутри. Ну и, к сожалению, на сегодняшний день они решили все свои проблемы вывалить на цивилизованный мир. Они полезли. Сначала это были, так скажем, маленькие такие короткие вылазки в отношении других стран и республик бывшего Советского Союза. Но с 2014 года, как началась война в Украине, и уже теперь после полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, очевидно, что они транслируют и это все безобразие, с которым они привалили, так сказать, в цивилизованный мир. Ну, единственное, чего хочется сказать и пожелать, это чтобы наши западные партнеры побыстрее опомнились и с той же решительностью, с которой дает героический украинский народ отпор этим людоедам, с той же решительностью присоединились и снабдили, наконец-то, вооруженные силы Украины достаточным вооружением. Спасибо. Я с вами согласен. Свобода слова совершенно задушена в России. А вот в свободу творчества решили вложить, ну, в свободу творчества, как они ее понимают, 17 миллионов рублей. Вот Газманов создав базу патриотических песен за 17 миллионов рублей, получил из бюджета эти деньги, и уже есть какая-то комиссия, которая будет отбирать по-настоящему патриотические песни, в нее войдут Владимир Машков, Зара, Денис Майданов. Мне интересно, по чем будут петь, но пока я знаю одну песню, которую туда точно можно включить. Из России матушки вдаль глядят сарматушки на Соединенные Штаты. Вот. Но, видимо, вот в этом направлении, да, наверное, будут работать, как считаете? Вы знаете, я тут вам вот что скажу. Где же это? Я... Ага. Здесь много, здесь очень много чего интересного. Смотрите, во-первых, по поводу вот этого безобразного произведения. Как, кстати, правильно теперь говорить? Денис, антимайданов площадной, как теперь будет правильно? Вы имеете в виду, если, так сказать, бороться уже со... Ну, чтобы скрепно, исконно как-то. Ну да, надо идти дальше. Ну да, я думаю, надо идти дальше. Ну, антимайдан, да, наверное, Денис. Ну да, какая-то украинская у него фамилия, я не знаю, искренний ли он, может, он тоже шпион. И ФСБ тоже должно им заняться. Тут как бы, да. Ну, мне кажется, он одной своей фамилией уже просто как-то вот... Надо разобраться, да, надо разобраться, друзья. В общем, я думаю, что из России матушки пруд дегенератушки. Что касается Газманова, то у него, как известно, было имущество, вилла в Италии, какие-то владения, квартира, кажется, в Латвии. Допускаю, что туда он уже теперь не въездной. И, наверное, теперь купят на новую недвижимость где-то вот в этой самой матушке. Был такой эпизод в Советском Союзе, когда Сталин решил, что очень много снимается разного кино, из него очень мало становится по-настоящему популярным в народе, и сколько можно, в конце концов, тратить мощностей советского производства, сколько можно вот этой пленки убивать непонятно на что, когда из этого всего процесса в народ уходит, может быть, фильм или два, а все то, чем занимается год, там какая-нибудь киностудия типа Мосфильма, в итоге оказывается на полках. Он решил побороться с этим, с этой диспропорцией, сказал, хватит нам снимать все подряд, надо снять 10 гениальных фильмов. Вот он отобрал самых, на тот момент, как ему казалось, талантливых, продвинутых, самых известных в каждой своей области, то есть как актеров, так и режиссеров и так далее. И вот он сделал этих 10 бригад, которые должны были произвести 10 гениальных фильмов. Как вы думаете, какая судьба постигла эти 10 шедевров? Не знаю, я думаю, они их сняли, а потом посмотрел Сталин, а потом, ну, я не уверен, что получилось 10 шедевров, которые вышли на экраны и всем полюбились. Слой пыли на них оказался еще толще, чем вот на тех пленках, которые Сталин считал напрасно снятыми. Поэтому, когда Газманов считает, что он может теперь вот собраться и как написать, во-первых, что мешало до того, а во-вторых, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Поэтому сама идея создавать что-то вот это лучшее. Был такой смешной эпизод, когда Петр Научфоменко, тогда работавший на Ленфильме, посмотрел на доску почета, естественно, там себя не обнаружив. Но там были приклеены фотокарточки с фамилиями и именами, и было написано «Лучшие люди Ленфильма». Вот он туда пробрался ночью, собрал фотокарточки своих знакомых и свою, прибил их там следующим рядком и написал «Люди похуже». Вот я думаю, что, что касается лучших людей, которых намерен Газманов привлечь к написанию вот этой всей их популистско-пропагандистской грязни, по-другому не скажу, они, наверное, не первый раз эту попытку осуществляют. То есть не так давно было заявлено, я это знаю из миниатюры Максима Галкина, не так давно было заявлено, что четверо, то есть Лепс, Газманов, Папкина и Долина намерены, значит, возрождать вот эту патриотическую песню. Максим Галкин назвал это все дело «ЛГБД» и сказал, что их в пору уже называть кооперативом с судорогом. Но, как мы видим, самым стойким из них оказался Газманов. И вот он теперь уже, видимо, отмежевавшись от, судя по всему, недостаточно организованных коллег, и теперь он хочет создавать эти шедевры самостоятельно. Я допускаю, что все это, конечно же, вообще сделано исключительно для того, чтобы освоить вот эти 17 миллионов. Но, что касается певицы Зары, она какая-то родственница известного вора в законе деда Хасану, ныне уже убитого, ну, уже много лет, я так понимаю, назад, сейчас не вспомню, в каком году это произошло. Тот очень хвастался и гордился тем, что смог пристроить свою родственницу, непосредственно поженив ее на сыне Валентины Ивановны Матвиенко, уроженке Шапитовки Хмельницкой области, такая манкурт в российской власти. И вот эта певица Зара, которая, конечно, большей частью своей карьеры обязана слиянию вот этих Монтеки и Капулетти условных, но на самом-то деле друг в друга уже давно проросших, неотъемлемых элементов российской действительности, она как-то явилась в ожоговый центр, где лежали обгорелые буряты, и решила там акапельно спеть песню о том, что, значит, нас ждет огонь смертельный, но нам не страшен он. По стонам и каким-то последним издыханиям полуобугленных бурятов можно было понять, что они вовсе не согласны с утверждением Зары о том, что этот огонь им не страшен. Мне кажется, они вовсе не разделяли ее оптимизма. Если певица Зара, ныне представленная в качестве кого там, вы сказали, продюсера или кто жюри... Это будет некое творческое виднение, которое будет оценивать, у кого песни годятся в эту базу патриотическую, а кто нет. Это жюри будет. В которое, как я поняла, войдет вот этот вот Денис Антимайданов в «Площадной». Да, да, да. Владимир Машков и певица Зара. Ага, с певицей Зара, мы поняли. И уровень ее сообразительности и эмпатии, то есть догадаться с таким репертуаром явиться в ожоговое центро, мне кажется, из всех песен выбрать... Это все-таки, так сказать, обладать определенным, видимо, чувством юмора, которое мы до сих пор недооцениваем в ней. И дальше остается Машков. Ну, Машков, который играл, по-моему, одну и ту же роль из фильма в фильм, и отказался недавно от собственной дочери, которая успешная актриса с гораздо большей эмпатией и успехом у публики. Она работает и живет в США. Вот он решил отказаться отречься от своей дочери во имя вот этих своих каких-то, ну, как мне кажется, очень шкурных интересов, а вовсе не патриотических идеалов. Странно, что они так дешево себя все оценили. Скорее всего, это пилотный проект. Я думаю, что за этим последуют еще какие-то большие бюджетные транши. Что касается автора слов, текст Рогозина лежит про Россию-матушку, из которой пруд дегенератушки. Это же Рогозин написал. Ну, опять-таки, не знаю, писал ли он это в пьяном угаре или изобразил, что написал. Но, как мы знаем, все, так сказать, поиски вдохновения в разных злачных местах увенчались потерей Афедрона. Допускаю, что эти стихи он из этого Афедрона прежде выковыривал. И допускаю также, что в связи с тем, что Афедрона больше нет, то и стихов больше от него не будет. Поэтому в результате такого, как вам сказать, скудного бюджета, да и тем более отколовшегося от них главного идеолога патриотической песни Рогозина, никакой успех не ждет этот коллектив. Мария, спасибо. Все вопросы у меня закончились. Хочу напомнить, что вы на канале Мария Максакова и Украинские военные хроники. Подписывайтесь, пишите свои вопросы. И, кстати, несколько дней назад мне написал или написал, уже не помню, один из подписчиков. Вопрос для вас. У меня просьба ответить. Мы продолжаем сокращать расстояние между вами и публикой. Три ваших любимых блюда и изменились ваши гастрономические пристрастия после того, как вы переехали в Украину. Вы знаете, я очень люблю готовить и даже выигрывала неоднократно кулинарные шоу с профессиональными поварами. Поэтому я стараюсь, конечно же, расширять горизонт и, собственно говоря, свою поваренную книгу. Поэтому, когда мне удается попасть в какой-нибудь ресторан и я вижу там вкусно приготовленное блюдо, я иногда даже позволяю себе дерзость и узнаю рецепт. Иногда со мной даже шеф-повара в таких случаях делится. Другое дело, что сейчас, наверное, не совсем ко времени вопрос, потому что за последний год я в рестораны не ходила и, соответственно, моя поваренная книга рецептами не пополнялась. Но, безусловно, у меня, конечно, есть всякие разнообразные, накопленные прежде, так скажем, жемчужины, которые я люблю готовить. Но тут я не знаю, если кто-то хочет повторить за мной, то, наверное, лучше я дам ссылку на прежде записанные с собой, то есть мои ролики в Инстаграме, там, где я эти рецепты подробно расписываю и, собственно говоря, в кадре осуществляю приготовление этих замысловатых блюд. Поэтому я думаю, что лучше будет, если я в описании к этому видео, как мне кажется, дам ссылку на три каких-то самых красочных приготовления своих любимых блюд. А приезд в Украину вашу поваренную книгу обогатил, да, наверное? Приезд в Украину, безусловно, обогатил мою поваренную книгу. У меня была какая-то идея до приезда в Украину. Ну, я некоторое время, то есть некоторые годы, даже, может быть, дольше, прекратила есть свинину. Вот было у меня такое, какое-то интересное веяние. Я посчитала, что раз только традиции и культур стараются от нее отказываться, то надо попробовать. И я, наверное, лет 10 тому времени не ела свинину. Но, вы знаете, приехав в Украину и отведав настоящего сала, я поняла, что с этим веянием мне придется расстаться. Более того, я знаю теперь, где какое самое вкусное продается. У меня даже есть свой, так сказать, хит-парад самого вкусного сала. Самое вкусное сало в итоге мне добыли в Полтаве. Оно там называется почему-то «Адидас». Такое генеральское, с прослойками. Там я, благодаря Михаилу Малько, это директор Полтавского симфонического оркестра, узнала о том, каким вообще оно может быть. И вот с тех пор это сало у меня в топе моего рейтинга. И каждый раз, когда я приезжала с концертами туда, конечно, Михаил уже знал, чего мне очень бы хотелось забрать с собой. Не хочу вам рассказать дальше страшную деталь. Значит, отхватив вот этот вот кусочек сала, после уже концерта, естественно, себе в поезд. И приехав в Киев, я как-то раз забыла его в холодильнике, вы знаете, в отеле. И вы знаете, у меня не было ни единого случая, чтобы у меня что-то в Украине вообще пропадало. Ни разу в жизни. Что бы я ни оставляла, будь то, я не знаю, там косметика, или даже платье, или верхняя одежда, все что угодно, где бы я ни забывала, мне всегда возвращали. Единственное, чего мне не вернули, это вот это самое сверх вкусное сало полтавское «Адидас». Мария, дякую, что нашли час поспілкуватися, спояваюся наприкінці тижня, ще раз зустрінемося і поговоримо про 5, а может 4, насколько знайдемо цікавих питань. Мені здається, що сьогодні ми непогано поспілкувалися, мені було дуже цікаво. Я повернулася, ну, що зробиш, це зараз наші такі трохи нові умови, але сподіваюсь, що ми це все подолаємо невдовзі. Ось, я навчилася готувати справжній бограч і цим дуже пишаюсь. От, це, напевно, вплив. Добре, малі, дякую, зустрінемося наприкінці тижня. Гарно, дякую вам. Разом до перемоги і слави Україні. Героям слава.